Компания «Даутком» подвела итоги масштабного проекта, посвященного юбилею двух значимых для латышской литературы поэтов – Аспазии и Райниса. Проект под названием «Постижение Райниса и Аспазии» состоял из двух частей – цикла статей и конкурса для старшеклассников. Постижение началось с посещения журналистам газеты «Сейчас» Людмилы Весель «Мемориальных мест». Тады, Нава, Беркина, Ильяс, Мойжарига, Дублте. Со страниц газеты «Сейчас» читатели узнали о том, где родился Янис Плекшанс, провел детство, юность, а затем жил со своей супругой Аспазией. Цикл статей, который был в первой части нашего конкурса – это действительно вещи, которые останутся навсегда. Это все сейчас есть в цифровом формате. То есть мы вместе создавали наследие, прикоснулись к этому духовному богатству нашей страны. Вслед за циклом статей был объявлен конкурс для школьников. Участникам предстояло ответить на три блока вопросов, затрагивающих тему судеб поэтов, их взаимоотношений и, безусловно, творчества. Как выяснилось, этот этап конкурса для старшеклассников был не так сложен по сравнению с последним заданием – написать три эссе на заданные темы. «Сложнее, конечно же, был конкурс с эссе, когда выдавались просто нереально сложные темы, и нельзя было сразу же узнать, с какой части начинать, откуда брать начало, чем заканчивать. Все это надо было продумать, ни один день не входило именно на продумку идей, чтобы что-то узнать дополнительно». Эссе оценивало жюри, в которое вошли доктор филологических наук Валентин Лукашевич, руководитель методического объединения учителей русского языка и литературы управления образования Мария Жилинская, директор газеты «Сейчас» Инна Плавыко и журналист Людмила Весель. Работы оценивались по нескольким критериям – композиция, содержание, речь, орфография, пунктуация. «Каждый рассказ про какого-то писателя больше говорит не о самом писателе, а о самом человеке, который пишет. Так что я узнал очень такие интересные вещи, как теперешняя школьная молодежь смотрит на райониса, какие у них ценности, какие у них мысли, как они свои мысли формулируют. Поэтому, наверное, вот этот синтез райониса и человека, я одинаково много узнал и о районисе, но еще больше о этих людях, которые писали. Они, может, сами не подозревают, но кажется, что всегда, когда мы пишем о других, мы больше о себе рассказываем». Как признались члены жюри во время подведения итогов, у них не было больших разногласий по поводу победителей. Тройка определила сразу. Обладателем третьего места и денежного вознаграждения в размере 200 евро стала Наталья Мундума. Девушка рассказала, что изучение творчества райониса помогает более глубокому познанию латышского языка. «Ранее жил в совершенно другой эпохе, на века раньше нас, и поэтому языковые обороты там довольно участвовали чаще, и это могло как-то поддействовать на то, чтобы человек узнавал более сложный латышский язык, чтобы можно было произносить его более гладко и ровно». Второе место и денежное вознаграждение в размере 300 евро получила Диана Илишко. В свою очередь победительницей стала и Оланта Римша. Денежный приз за первое место составил 500 евро. Также всем призерам и участникам конкурса были вручены памятные подарки от компании «Доутком». Стоит отметить, что и Оланта уже не первый раз добивается успехов в конкурсах и соревнованиях. Помимо того, что она выступает за баскетбольную команду Даугубского университета, некоторое время назад девушка стала победительницей республиканского конкурса по истории, посвященного борьбе за независимость. Что же касается Райниса, то впервые его стихи она услышала еще в детском саду. У меня день рождения так же, как у Райниса 11 сентября. Еще с детского сада, когда я узнала, что у Райниса день рождения 11 сентября уже как-то стала к нему неравнодушна. Потом, ну, каждую ночь с детства у меня мама пела колыбельную на стихи о спазе, поэтому они оба для меня всегда оставались, ну, значимыми в жизни. За мою память, такой огромный призовой фонд впервые для предусмотренной для интеллектуального, для творческого конкурса, не для конкурса красоты, там, не для конкурса про лучшую свадьбу, а это значит, что вот эти ребята в еще таком юном возрасте, получив такие серьезные финансовые призы, будут знать, что их интеллектуальная собственность является огромной ценностью, что их мозги, их знания, их умения, терпение, трудолюбие, все это может иметь хорошую, серьезную ценность финансовую. Этим можно зарабатывать. Конкурс постижения Райниса и Аспазии поддержали Фонд культурного капитала и учреждения Организации объединенных наций по вопросам образования, науки и культуры.